Вести о спорте. Баскетбольная «Динамо ГУВД» на своей площадке принимала один из лучших клубов Европы, УГМК из Екатеринбурга. Вопреки ожиданиям, противостояние получилось интригующим. Подробности далее. В первой половине игры «Динамо» смотрелось достойно на фоне именитого соперника. В составе новосибирской команды выделялись сборницы, за игрой которых приехал лично понаблюдать наставник национальной команды и экс-тренер «Динамо» Борис Соколовский. Конечно же порадовала Татьяна Петрушина, порадовала Наталья Мисоедова, которую очень плотно держали, и она не смогла реализовать себя в атаке, но при этом она очень прилично защищалась. На большой перерыв команду шли с достойным для хозяек площадки результатом 39-31 в пользу УГМК. Правда, третью четверть, как это уже часто случалось в этом сезоне, «Динамо» провалила. Боялись, мы всегда боимся, у нас всегда третья четверть, это очень сложно для нас. Заключительные 10 минут игры превратились в формальность. Опытному коллективу из Екатеринбурга не составило труда довести матч до уверенной победы. Некоторые уже живут на чемоданах, и сегодня было по игре видно. Второе, то, что мы вчера, как бы был выходной день, утром мы не тренировались, и после таких выходных всегда в женском баскетболе бывает проблема ожидать. Так что, если бы мы не были уверены в победе, то, наверное, мы себе этого не позволили. Заключительный матч в 2011-м «Динамо» проиграл со счетом 67-88, заняв промежуточное седьмое место из десяти в таблице Суперлиги. Увидели болельщики в новом году новое «Динамо» покажут уже январские матчи элитного дивизиона. Дмитрий Кондратьев, Захар Богомолов, Вести, Новосибирск.